Здесь на не колышки, здесь на телеграфный стол. Если трава, вот такая смость рост. Вместо ухоженных участков – высокая трава и заросли кустарников. К такому, рассказывает Наталья, она совсем не была готова. Положенной по закону земли семья Волокжанки дожидалась больше трех лет. И уже в этом планировала начать строительство нового дома. У нас многодетная семья, да, пятеро детей. Живем мы в двухкомнатной квартире. Конечно, хотелось бы. Здесь черта города. Автобус ходит регулярно. Даже если бы мы здесь что-то построили, естественно, мы бы сюда жить уехали. В своем доме. Но пока все у нас застопорилось в очередной раз. Долгожданные документы на землю, рассказывает Волокжанка, прислали по почте. Среди них права на собственность и координаты участка. Наталья вспоминает, тогда этой новостью обрадовалась даже маленькая дочка. И буквально накануне семья отправилась осматривать будущее владение. Только вот на указанной улице оказался лишь бесхозный пустырь. И дачники даже говорят, приходили люди спрашивают. Но никто ответить не может, потому что не знают, где такая улица, где такие участки. Я говорю, надо бы, что если стенд было сделать, что такие это земля для многодетных семей. А я говорю, а у нас никаких опознавательных. Мы ведь не топографы. Площадь этой территории насчитывает десятки гектаров. Вся эта земля предназначена для многодетных семей. Только вот найти таблички или какие-либо опознавательные знаки в такой высокой траве просто невозможно. Из такой ситуации столкнулись десятки многодетных семей по всей области. Чиновники городской администрации Вологде сегодня заявили, определение на местности земельных участков ложится полностью на плечи самих волокжан. Они должны обратиться в наш департамент, где мы им предоставим схему с координатами земельных участков. Эту выкопировку с координатами земельного участка нужно предоставить специализированную организацию, где они вынесут это на местности. А вот какие именно организации будут этим заниматься, городские власти не уточнили. И по всем интересующим вопросам порекомендовали обращаться в департамент градостроительства и инфраструктуры на Ленина-2. Правда, консультировать волокжан чиновники готовы только два часа в неделю. В среду с трех до пяти. Елена Рожнова, Василий Попорин, Новости Вологды.